Про череп дятла. Про череп череп я пытался найти, нет ничего пока. Никто не знает, почему дятл так. Я так и оставлю, значит, в конце этого поста. У меня будет написано, никто не знает, какого черта дятел не превратил свои мозги в кашу. Вот. И остается еще одна вещь. Это кора больших полушарий головного мозга, или неокортекс, или новая кора. Или передний. Вообще это называется правильно, большие полушария переднего мозга, потому что он передний, он образуется из первого переднего пузыря головного мозга. Большие полушария головного мозга у человека это высший нервный центр. Что значит высший нервный центр? Он находится по иерархии принятия решений и регуляции жизнедеятельности впереди всех. Он обуславливает наш ответ на окружающий раздражитель. Он, в общем-то, хранит в себе множество воспоминаний и так далее, и так далее. Но пока перешут. Это я убежал вперед. Начнем с анатомии. Во-первых, кора головного мозга, как мы уже с вами заметили сверху, покрыта серым веществом. Я вам это уже показывал, как раз таки на картинке. Это сверху все серое вещество, и мы смотрим с вами на серое вещество. А вот внутри, под корой, находится белое вещество. Если мне, наверное, уже не удастся, потому что я хотел, очень сильно хотел в приматологии. У них очень много умирает вообще животных, в принципе. Ну там типа поток, там 6000 особей живет. И на потоке стоят мозги. Ну то есть буквально там животное умирает, его вскрывают и смотрят, почему оно умерло. В том числе у них есть мозги. Я вот все очень сильно хотел заснять, разрезать мозги, заснять их и показать, что где находится для вас. Но мозгов, по-моему, то ли нет, то ли им в лом их для меня доставать, в принципе. То есть это надо как-то особенно договариваться. Я думаю, что это будет только к маю, если повезет. Если не повезет, то, наверное, этого и не будет. На настоящем мозге серое и белое вещество я с вами показать не смогу. Ну да ладно. Это тоже у вас же все сказки сказками. И только за микропрепаратор учаюсь. Там только микроскоп надо получить. В общем-то, большие полушария, высший нервный центр системы. Кора больших полушарий как раз таки образуется за счет серого вещества. У кого, в первую очередь, впервые кора начинает развиваться. Неокортекс появляется впервые у млекопитающих. До этого есть лимбическая система. Или лимбическая, но вообще лимбическая система. Это палеокортекс. Палеокора, ну то есть старая кора. Старая кора нам пришла от... То есть под корой головного мозга, под новой корой, находится старая кора. Под старой корой находится древняя кора. И вы такие, к чему? Я такой, я слишком много рассказываю. Ну, просто расскажу вам интересный факт, что в принципе у нас мозг рептилии присутствует. То есть основа нашего млекопитающего мозга это мозг рептилии. То есть наш мозг это хорошо развитый мозг змеи, например, или ящерицы. Поэтому у нас есть несколько отделов частей в коре, которые отделяются хорошо. И они появились, в общем-то, эволюционно по-разному. Сначала появляется старая кора, она там у рыб, у земноводных, вот этих вот. Потом появляется, точнее древняя кора, потом появляется старая. И вот у млекопитающих есть новая кора. И новая кора, она собирает все навыки, все то, что мы приобретаем в течение нашей жизни, все наши знания, которые иногда со временем стираются, это нормальный процесс. Забываем мы некоторые вещи, потому что мы не можем помнить все. И это все характеризует кора больших полушарий. Внутри находятся еще подкорковые образования, подкорковые ядра. И они уже являются материальной основой нашей психики. То есть кора головного мозга это мы с вами и есть. И в коре головного мозга она, точнее, обеспечивает речевую, мыслительную деятельность и память. Речевую, мыслительную деятельность и память. Время 20-26, прошел час, осталось полчаса. Отлично. Хорошо. Дальше там спиной мозг, там немного. Дальше. Что еще интересного? Вы видите, что кора головного мозга нашего, она выглядит, ну как, в общем-то, как будто тысяча червей, это все один головный мозг. На самом деле, кора головного мозга, она так сильно разрослась, она стала такой большой, что она начала вгибаться внутрь себя. Таким образом увеличивается площадь серого вещества, не увеличивая при этом объем. Поэтому у нас с вами на голове появляются, в головном мозге появляются извилины и борозды. Борозды – это вот эти вот ямки, которые черно показаны. Это борозды. А извилины – это то, что появляется в результате появления извилин. Ой, борозды. Собственно, борозды – это углубление, а извилины – это складки, которые образуют, в свою очередь, доли. Тут не совсем верно написано, потому что головной мозг, на самом деле, делится, в первую очередь, извилинами и бороздами. У нас очень много извилин. Притом, я вам скажу интересную вещь, что извилины у многих, самые большие извилины – это центральная, боковая, боковая и теменозатылочная, или латеральная борозда, она называется, а, боковая, это латеральная, теменозатылочная борозда – это борозды, которые есть у нас всех. Это вот те борозды, которые присутствуют у каждого человека. Есть более мелкие борозды, тоже они у всех людей одинаковые, но другие мелкие борозды, уже самые-самые мелкие, они уже могут быть индивидуальны и могут отличаться у человека на человеку. А вот три главных борозды, они одинаковы у всех. Где находится центральная? Ну, мы к ним придем. Также у нас головной мозг в итоге делится на четыре доли. Головной, передний мозг. Он делится на ловную долю, ловную долю, красную обозначенную, синяя – это у нас теменная доля, теменная доля. Это у нас зрительная доля, затылочная доля. И затылочная область, затылочная доля, зрительный мозг, зрительная часть, зрительный центр. И височная доля – четыре. Мозг у нас, так как это парная структура, то у нас, в общем-то, лобная доля парная, левая – правая, теменная доля, затылочная доля и височная доля. Четыре доли. Большие извилины. Показываю. Первое. Центральное. Вот. Большие борозды. Показываю. Первое. Ой, не видно. Вот первое. Какой цвет подойдет? Я думаю, желтый подойдет сюда. Он контрастирует со всеми. Вот. Вот это вот центральная борозда. Первая большая борозда. Вторая большая борозда. Она уже будет у нас, пожалуй, синим. Это вот эта вот боковая борозда. Вот она, боковая борозда. И у нас есть еще затылочно-теменная борозда. Где она? Затылочно-теменная борозда. Зеленый и синим, значит, красный подойдет. Затылочно-теменная борозда. Она уже делит затылочную долю от теменной доли. Здесь еще есть треугольная борозда. Вот такая вот треугольная борозда. Образованная несколькими бороздами. Короче, борозда много. Вот это три самых основных. И, значит, в лобной доле у нас находятся области двигательный центр речи. Вообще здесь происходит контроль движения. Здесь есть премоторная кора, которая участвует о мысли, о движении. Моторная кора, которая участвует в самом начале движения. Она находится ближе к центральной борозде. Впереди, в принципе, лобная доля. Здесь наши находятся эмоции. Здесь наша память в том числе. Ну, вообще непонятно, где находится память. В головном мозге считается, есть две версии. Либо она находится в каких-то определенных частях. В лобной доле, в теменной доле. Некоторые говорят, что наша память разбросана по головному мозгу. Поэтому мы сюда бегать в эти дебри не будем. Вот наша лобная доля. Она будет отвечать за эмоции, нашу память. Теменная доля. С ней посложнее, конечно. Тут тоже всяких центров много. Нам интересен вот этот вот. Это одна из извилин. Она постцентрально извилина. Это извилина с чувствительной, тактильной чувствительностью. Здесь у нас тактильная чувствительность. Здесь у нас это называется сенсомоторная кора. То есть сенсор чувствовать. И моторная сенсор моторика. То есть чувствительность движения. Тут же рядышком находится центр чувства боли. А, он глубже просто находится. А, он между, под центральной долей и височной долей, между ними, находится область слухового восприятия. Зона верники. Зона брака. Основной центр восприятия речи с использованием слов. Это две зоны, которые вот такие достаточно большие. И находится на правой и левой доле, в правом и левом полушарии, около височной доли. Это восприятие слуховое. И рядом с ним, а, просто слуховое восприятие. И вот зона брака, она участвует в восприятии слов. Если вы, например, правша, то у вас эта зона будет находиться слева. А с правой стороны, на том же месте, будет находиться центр восприятия музыки, музыкальности. Область двигательный центр речи. Это зона верники. Она отвечает за вот сам процесс того, как мы с вами говорим. То есть, что нужно сделать нашим губам, нашему языку, чтобы сказать те или иные слова. Тут находится двигательный центр речи. Она как раз за это и отвечает. Это два единственных центра, которые, ну, может быть, надо знать, но, скорее всего, и нет. Наш для игры это перебор. Ну, ладно, это я перешел уже к границу. Здесь в височной доле находится зрительная чувствительность, слуховая чувствительность и память. На самом деле, здесь просто переключение происходит. Но основную часть нашего зрения – это затылочная доля. Вот затылочная доля участвует как раз таки в восприятии зрительной информации. Также вы можете найти шорс, где я вам рассказываю, что есть еще одна доля. Она находится под лобной и под височной долей. Если их раздвинуть, то там будет еще одна кора. Это островковая кора. Но про нее никто нигде не спрашивает. Просто есть еще одна пятая доля головного мозга, которая участвует тоже в своих собственных процессах. Но это уже избыточно. Мы уже с вами просто посмотрели строение. Есть также чувствительный гомункулюс и двигательный гомункулюс. Тоже, мне кажется, перебор. Просто скажу, что это отражение нашего чувства вот здесь, у центральной борозды, перед центральной бороздой, в этой извилине. И вот в этой извилине, которая отвечает за тактильную чувствительность. И если мы разложим, то здесь есть большое количество нейронов, которые отвечают за чувства тела. То есть нейроны вот здесь, ближе к полушариям, ближе к середине, отвечают за стопу. Дальше за ногу. А вот нейроны, которые находятся уже где-то вот здесь, в этой зоне, они отвечают уже за чувства, сенсомоторное чувство, чувство глотки, то есть мышцы глотки, мышцы языка, челюсть, зубы, губы. А вот этот размер обозначает то, как много этих нейронов отвечает вот на чувствительность именно здесь. Это уже давно, кстати, штука изобретена. Есть такой же двигательный, который показывает большое количество нейронов. И вот смотрите, как много. Почему рука такая большая? Потому что мы рукой больше всего двигаем. И вот здесь, вот впереди, в области, которая контролирует движение, вот эта вот, кадра штриховая, она вот в этой части примерно, примерно, находится на красном, красном, на красном рисую. Конечно, это очень умно с моей стороны, да и черном рисую. Вот, вот эта вот зона, вот здесь находятся нейроны, и вот, например, вот здесь нейроны, которые отвечают за движение руки. И этих нейронов очень много, поэтому здесь рука вот такая большая. такая большая. То есть, получается, сверху будет нейронов совсем чуть-чуть, они будут отвечать за, там, что там было? За торс. Внизу нейронов чуть побольше. Это у нас лицо и рот. То есть, наша мимика. То есть, вот эта вот часть здесь будет очень много нейронов, которые отвечают там за мимические мышцы, за движение языка, голоса и так далее. В общем, кора головного мозга это довольно большая, сложная штука. Это только небольшая ее часть, которую вам не супер... Ну, вот последнее, наверное, вам не супер обязательно знать. Просто строение долей. Собственно, доли четыре. Лобная, теменная, затылочная, височная. Борозды три. Центральная, боковая и теменно-затылочная. Что в лобной доле эмоции, интеллект. Движение, в том числе. Теменная, это чувствительная зона, зона затылочная. Отличается затылочная зона зрительной зоны. Там зрительная информация обрабатывается в височной. Доле обрабатывается вкусовая, слуховая и некоторые другие типы сенсорной информации. В левом полушарии находятся центры устной и письменной речи. Формируется решение. Вот, да, где еще есть левая же полуфария и правая. Мы же забыли об этом. Левое, это словесно-логическое мышление, позволяет признать сущность объекта, выйти за пределы индивидуального мира. На основе этого формируется человеческое знание. Звучит как магия, но на самом деле это так. И в основном левое полушарие, оно называется еще математическим. Оно в основном у людей, которые пишут правой рукой. Вот так вот получилось, что у нас есть несколько перекрестов в спинном мозге и в головном мозге, которые происходят перекрест. То есть правая часть нашего тела управляет левое полушарие, правая часть нашего тела управляет правое полушарие. Значит, в левом полушарии вот все. Вот те, кто правша, у вас, поздравляю, у вас типа больше активность именно левого полушария, чем правого. И она доминирует. Правая полушария, это значит, что другое полушарие ничего не делает, молчит. На самом деле оно работает, просто чуть в других масштабах. А правое полушарие, наоборот, это образное мышление, это фантазии, образы внешнего мира. Это в основном, говорят, у творческих людей принятие необычных решений. И это, например, у многих художников, поэтов, музыкантов, на самом деле, и вы удивитесь математикам и ученых великих, они все, они многие были левшами. Вот. Но при этом у них правое полушарие доминирует. Да, доминирует правое полушарие. Бывают еще люди амбидекстры, у них как бы вот этот уровень левого и правого полушария находится в балансе. Есть люди, которые, в принципе, не бывают амбидекстрами. Я вот сказал умное слово, поясняю. Амбидекстр это человек, который может управлять и правой рукой, и левой рукой. То есть он пишет и правой, и левой рукой. Они обе функциональны. Есть функциональные амбидекстры, но это уже ладно, забудем. И есть просто левши, у которых, например, оба полушария работают. Как и правши, у которых оба полушария в целом являются доминирующими. А не одно доминирует над другим. Вот. Собственно, левое и правое полушария тоже вы должны знать. Левое отвечает за математику, логику. Правое полушарие отвечает за образное мышление и творчество. Продолжение следует...